Вось уже 10 годов индивидуальный предприниматель Вячеслав Перовозников, постоянный гость отделения дённого и круглосуточного знаходжения детей молодых инвалидов «Майская Кветка». Тут его называют «Дедом Морозом». И не только тому, что на Новый год он промирает на себе червоную шубу, а также и тому, что сам наполняет мешок подарунками. Коли стипа пропоновый уладой он принял уделу доброчинной акции. С тех пор все и началось. Я вот зашел и, ну не знаю, внутри как будто бы что-то, может быть, поменялось, может быть, сам я не знал о существовании таких центров, потому что, ну не сталкиваешься по жизни, не каждый человек знает, что существуют такие центры, которые помогают не только детям, но и семьям, родителям. Подобное отделение 1-е у Республицы Державного допомогу тут отримливают больше, как 140 семьев. До их поддержки долучаются и другие предприниматели, допомогают в ремонте, набыть мебли, бытовой технике, тренажеров и пристосованию для инвалидов. «К счастью, хороших людей у нас достаточно. Они очень много нам помогают уже давно, и различные мероприятия для детей проводят, и подарки к Новому году, к Рождеству готовятся». На угол таки диалог помеж уладой, приватным бизнесом и громадством у нашей краины наладжены давно. У Минску больше плён, чем у регионах. Экология, ахова здоровья, адукация – спектр напрямка, у пояких реализуют проекты корпоративной социальной отказности широкий. «Крупные какие-то культурные программы сегодня делают уже бизнес в Минске. Допустим, сегодня в центре Минска каждое лето мы проводим крупные концерты, опен-эйры, классиковые ратуши, джазовые ратуши, которые посещают порядка 40 тысяч человек за месяц. Это всё делает белорусский бизнес». Минское агентство социальных новин и Международный социально-экономичный фонд «Идея» выросли допомогче наладить таки диалог и у регионах. Первым кроком до этого стала встреча в Гомеле. Наша область уже зараз претендует на одно из первых местов по развитию социально-ориентованного бизнеса. «У каждого предпринимателя общественного объединения «Единство» есть уже систематически курируемые ими объекты, учреждения образования, интернаты, детские дома. То есть они являются, как в старые времена советские, это называли шефами». Часом громадство негативно реагует на доброченность сбоку бизнесменов, разглядая «Ее» как свой особливый пиар-ход и спробу поменьшить податки. Однако на их суммы такие инициативы предпринимательщиков не уплывают. Своя особливая выгода, вядома же есть. Хоть большинство бизнесменов про «Ее» навод не задумывается. «Это выгодно самому бизнесу. Если он не будет вкладываться в развитие того района, той области, где он работает, то по сути у него не останется никаких клиентов. Что ему дальше делать? Уходить, закрываться и так далее. Каждый бизнесмен, который работает на будущее, который строит концепцию своего развития, он понимает, что только долгосрочное вложение инвестиций в свой регион, где он работает, принесет ему в дальнейшем гораздо больше прибыли, на которую он даже сейчас и не рассчитывает». У Лады, как правило, идут на сустрач бизнесу, который выказывает жадание принять на себе частку социальной нагрузки. У многих европейских краинах это давно стало видовочным правилом. Бизнес не может поспехово развиваться в громадстве и быть свободным от его.